доброе вечер утро день всем вам дорогие мои друзья восемь вечера в москве 10 утра в лос-анджелесе я вышла к вам в эфир без предупреждения потому что сегодня у меня будет необычный эфир такого еще не было в моей истории честно это будет абсолютно необычная ситуация но я считаю своим долгом особенно сейчас в такое время сделать этот эфир поскольку есть люди но нам всем сейчас как-то так до смутно странно непонятно стра аж на тяжело там кого-то работа потерялась но знаете кому сейчас сложнее всех мамам у которых есть больные детки неизлечимо больные детки мамам у которых надежды вырушатся с каждым днем намного быстрее в большей программе геометрической прогрессии чем у нас обычных людей мы с вами здоровы по крайней мере мы своим здоровьем можем как-то что-то делать до креативить идеи зарабатывать но есть люди у которых есть на руках больной ребенок и они не могут ничего кроме как ждать помощи свыше я сегодня решила по следам своих вчерашних stories выйти в прямой эфир с мамой мальчика о котором вчера и шла речь вот она уже предложила мне запрос я хочу подключить ой тут едут не то подключила немножко сейчас это малыш если вы сейчас посмотрите на него здравствуйте 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 александр спасибо вам большое привет давай сразу не будем рыдать прямо то сейчас всем эфиром зарыдаем правда я знаю как это тяжело сохранять самообладание в ситуации в которой оказался ваш малыш ваша семья я всеми всеми фибрами и все люди которые собрались сейчас здесь поддерживаем вас потому что я знаю что финансовая помощь она очень важна она первостепенно конечно же особенно вашей ситуации но вот эти вот тот посыл который могут послать вам люди вот это добрые вибрации свои добрые мысли это тоже очень важно потому что это тоже является большой поддержкой я уверена сейчас все эти люди которые смотрят они тоже шлют вам сейчас свою здоровье лучики поддержки силы и давайте познакомьтесь с вами представитесь расскажите о себе немножечко здравствуйте меня зовут наталья это мой сын артем артем один годик и шесть месяцев и у него редкое генетическое заболевание болезнь канавана темушка в свой год и шесть развит на трех и он развит как трех месячный малыш то есть он не не держит голову он не умеет ползать ходить кушать только протертую пищу у него нарушено зрение у него бывают судороги и то есть чем зависимости от возраста да чем он становится старше тем его состояние ухудшается то есть чем мы будем заходить дальше дальше он будет расти он будет как трехмесячный малыш на состоянии вы будет ухудшаться а когда это началось когда стало понятно что ребеночек вот ну не здоров мы заметили это в три месяца когда он не начал держать голову вот мы ходили по врачам но нам как бы толком ничего не говорили вот но я уже понимала то что голова начала в объеме очень сильно расти у нас за неделю прибавляла по три сантиметра а за счет чего из-за того что скопление жидкости до какое-то происходит да как нам объяснил врач да то что вот он голову не держит и у него пережимаются эти сосуды все и у него вот это вот получается давление внутричерепное конечно сейчас у него ну вот голова так уже сильно не растет но она все равно очень большая 52 сантиметра и она очень тяжелая то есть ему тяжело ее держать вот и только в десять месяцев нам смогли диагностировать это заболевание потому что оно настолько редкое что вот это самый ключевой момент наверное вашей истории о том что заболевание настолько редкое что от него даже нет определенных протоколов до лечения нет никаких схем нет никаких клиник врачей исследований ничего нету в россии по крайней мере что могло бы помочь спасти как-то поддержать какую-то реабилитацию предоставить и вот вы как родители начали просто всеми силами искать по всему миру да что возможно сделать и расскажите что вы нашли что вы обнаружили мы нашли профессора который уже на протяжении можно сказать всей своей жизни занимается изучением нашего заболевания болезни канамана она живет в америке в нью-джерси это профессор паола леоне вот она уже на протяжении 20 лет изучает это заболевание сейчас она для наших деток вот именно для наших да разрабатывает лечение то есть у нас уже в группе вот в этой экспериментальной в нашей порядка 11 детей которые хотят получить лечение это но это тоже опять же лечение все равно немножко экспериментальным она не не имеет работа много ну с доказанной эффективности но таких родителей как вы я думаю что любой шанс любая зацепка это это зацепка правильно другого но все-таки шанс велик да как а как что говорит доктор но она говорит то что после вот это генеральной терапии начнет выработка вот белого вещества которое у чем сейчас вообще не вырабатывается то есть у нее вырабатывается какая-то кислота которая постепенно превращает его мозг в губку то есть она убивает мозг ну да мозг это все это все управление всеми двигательными аппаратами при речью всеми развивающими навыками ребят что делать какая у сейчас ситуация на данный момент расскажите что происходит вот доктор вы вы состоите в экспериментальной группе кто первым стоит на очереди в этой группе какие суммы что происходит первые детки это будет ребенок из америки он самый старший они идут по возрасту сейчас они уже для себя собрали всю сумму второй ребеночек идет из подмосковья из подольска вот ну конечно сейчас коронавирус очень ударил по всему этому планировалось то что они уже в мае до поедут первый ребенок получит лечение в мае но это за этого коронавируса мы так переживаем что он не сможет получить оттянуть тоже уже они очень долго ждут то есть нужно взять на ехать да вот туда в сша нам через год потому что мы пока соберем деньги нам сделать вот этот исправленный ген да генный вектор здоровый ген так мы еще будем ждать год потому что это изготовление очень долгое а вот какие прогнозы что говорит доктор как поддержать возможно этот год что-то можно сделать малышу чтобы он за этот год не регрессировал сильно ну мы занимаемся как бы она рекомендует какие-то бады пить жидкий литий но опять же у нас в россии это не зарегистрировано в америке это не зарегистрировано но она считает что это эффективно к сожалению у нас вообще ничего не достать в россии вот этот жидкий литий да который рекомендуется таким деткам вот она рекомендует эту кислоту которая скапливается в головном мозге он выводит но он тоже к сожалению не зарегистрирован а у нее это есть наличие а я обращалась на складе тоже уже нет то есть это вот как сказать редко встречающиеся то есть я у нее тоже хотела попросить то чтобы она как-то прислала ну да в принципе в пути передачи можно найти я думаю найдутся добрые люди которые все равно какими-то эвакуационными рейсами сейчас чартерными с приватными джетами могут лететь из америки и могут передать если бы вы могли бы найти вот где-то мы здесь да в америке можно в принципе среди знаете есть богатые люди которые частными самолетами летают все-таки еще ну вот может быть как-то через них передать чтобы поддержать малыша в течение этого года если сумма найдется так что вы нас держите обязательно в курсе скажите что какая ситуация на данный момент по сбору почему такие сроки такие суммы дело в том что у нас сбор уже переносился несколько раз мы никак не можем вот как сказать одолеть эту сумму для нас она пока не достижила вы знаете я вам честно скажу она для любого человека огромная я не причисляю себя к числу как бы малоимущих людей но когда я смотрю на эти суммы мне становится не по себе она очень большая давайте скажем озвучим какая сумма изготовление генного вектора 800 тысяч долларов то есть там будет у нас еще второй счет это уже за клинику но клиника это уже ближе к лечению то есть у нас будет еще год чтобы собрать эти деньги но пока у нас первоначальная да наша цель это вот запустить генный вектор который стоит 800 тысяч и плюс еще в связи с поднявшимся долларом у вас еще ухудшилась ситуация ухудшилась да потому что половину денег мы перевели половина денег у нас до сих пор в рублях потому что у нас курс курс сейчас очень огромный если перевести то есть мы потеряем очень много вы пока держите их в рублях я правильно понимаю или в долларах да я просто все таки надеюсь то что он когда то упадет и то что мы сможем выиграть на нем если честно вот это мое внутреннее как бы чутье человека который занимается бизнесом уже несколько лет я считаю что вам надо переводить ребята доллара сейчас да потому что ну до зимы ждать точно не стоит зимой может быть какая-то какое-то изменение не в лучшую сторону выждать еще до осени время есть но до осени лучше потихонечку перевести сумму какая есть сумма собрана из 800 тысяч долларов сейчас мы порядка знаете сколько собрали я сейчас скажу около двухсот тысяч долларов по моему просто они мне сейчас мне так сложно сконцентрироваться они у меня половина в долларах половина в рублях мы где-то 17-18 миллионов рублей собрали то есть если по курсу 80 считать то нам нужно 64 то есть нам около 50 миллионов осталось собрать просто меня чуть-чуть курс смущает поэтому я могу плавать в цифрах сумма гигантская конечно но знаете ребят вот я часто замечаю что люди когда слышат о таких суммах сразу такие сливаются думают о но это все не собрать какие-то такие деньги никогда не собрать ну там если был бы хотя бы миллион рублей сейчас бы за один день бы собрали бы все бы собрались бы но вы знаете ребят я честно лично как человек который неоднократно участвовал в сборах для малышей я знаю и вижу чудеса даже и и и на большие суммы которые действительно происходят и благодаря они происходят благодаря там огласки тому распространению информации которая происходит когда вы начинаете помогать вы включаетесь вы начинаете рассказывать об этом другим да репостить в своих историсах я помог да выложить перевод да скрин с переводом 50 рублей 100 рублей 500 5000 я знаю что у нас у всех с вами разный достаток но когда мы это выкладываем мы тем самым подстегиваем других людей им тоже хочется делать добро посмотрите на эту крошку посмотрите на этого малыша мне если хочется просто снять всю последнюю рубашку и сделать для этого малыша все я думаю что любая мать которая участвует и растит своих детей знает и чувствует такие же абсолютно чувства испытывает поэтому мне кажется вот просто даже перевод и репост своего перевода это может сделать настоящие чудеса нас может заметить волшебник вот реально волшебниками мы называем таких людей которые в один день просто анонимно переводят недостающую гигантскую сумму видеть для нас это гигантская для кого-то это действительно ну не знаю для людей которые вот знаете там собачкам празднуют за три миллиона долларов свадьбы я знаю такие ситуации это может быть просто приятным таким знаете утром проснулся и подумал классно сделать приятное людям порадовать семью я уверена я верю что все таки такой человек проснется однажды увидит чей-то из вас их репостов может быть наш прямой эфир может быть чей-то призыв о помощи да кто-то пожалуйста ребят включайтесь распространяйте расскажи наташа у тебя на последней страничке есть все реквизиты вот сейчас наташин аккаунт указан у меня в stories вот сейчас можно пройти в мои stories и вы найдете с легкостью аккаунт называется он канаван через буковку си артем рогов малыш заснул мы и болтовни дремлет вот зайти и сделать свой перевод и пожалуйста выкладывайте скрин с переводом и отмечайте пожалуйста наташин аккаунт который она ведет наташа сколько тебе лет мне двадцать девять ну вот вообще молодая мама это твой первый малыш это мой первый малыш единственный единственный ребят вот просто молодая девчонка посмотрите она находит себе силы уже вот сколько полтора полтора года бороться искать стучать во все двери не складывать руки просто дойти до любую не знаю просочиться молекулы в любые уголки в любые сердца чтобы просто объединиться и помочь поэтому я еще разочек хочу призвать вас всех ребят давайте вот не расслаблять булки я знаю сейчас всем тяжело ну просто подумайте на секунду об этой семье об этой маме молодой и об этом малыше который к сожалению даже головку видите держать не в силах натуль есть что добавить интересную какую-то информацию которая будет важна чтобы услышали наши ребята я завела дополнительный аккаунт в ппл потому что у нас предыдущем нарушены какие-то лимиты но я как бы перевела средства но чтобы про запасы и мы сделали еще один вот у нас есть гофанд ми несколько карт сбербанка тиньков втб все в принципе самые основные распространенные методы как можно помочь перечислить средства у вас все подключены да у нас еще два фонда нам помогает то есть если кто-то хочет через фонд помочь то тоже можно через фонд помочь благотворительные там ссылки тоже на него есть на страничке и мы будем очень всем благодарны спасибо вам большое и прям мне кажется что вот ребят и вот включитесь и переводы и репосты и все-таки медитации молитвы не знаю что угодно просто посылайте этой семье вот вот все свое тепло из вот своего сердечного центра просто глядя на эту маму на этого малыша вот пошлите сейчас им луч любви огромный просто невероятный чтобы они почувствовали чтобы мама это нашла утешение вашей поддержки чтобы слезы высохли на ее глазах и чтобы в душе и в сердце этой мамы поселилась огромная надежда огромная вера в то что найдется вот найдется я верю я знаю вот по-другому быть не может ну вот у таких людей которые сделают все у них всегда все получается рисовать визуализировать каждый день представлять как вы со своим здоровым малышом гуляете на площадке вместе качаете его на качельках он сам держит головку и он сам кушает банан и держит его в ручке и вот вот да будет так ребят да будет так наташенька благодарю тебя за этот небольшой эфир благодарю тебя за смелость выйти рассказать поделиться люди разные мы знаем все ну посмотри какая поддержка сколько людей поддерживает нас страничку еще раз повторюсь вы найдете у меня в stories вот я вам прилепила ее снизу вы можете сразу же сейчас прямо из эфира я прикрепила булавочкой пройти кликнуть и сделать свою свой вклад в здоровье этой семьи и счастье этой семьи и поверьте она вам вернется с лихвой спасибо вам огромное саша не представляете я даже не могу ничего сказать мы так вам благодарны от всего сердца не стоит благодарность и мы благодарны вам что вы нам позволяете просто быть нужными в этом мире ну стенышка вас очень любим благодарим обнимаю обнимаю вас всех дорогие наши и мы с вами не прощаемся и будем обязательно следить за вашей судьбой ребята все подписывайтесь и смотрите помогайте поддерживайте спасибо